Даже после небольшого дождя в новостройке на улице Озерской 2 потоп. В первом подъезде с третьего по первый этаж заливает квартиры. Ирина Обухова была вынуждена даже поднять линолеум в прихожей, чтобы намокшая цементная стяжка хоть немного просушилась. По словам женщины, из-за влажности ее семья даже оставалась несколько дней без электричества. Нас затопило, у нас вырубало пробки, к нам приезжала аварийка. Аварийка приезжает, пытается включить нам свет, у нас вырубает пробки, у нас там все искрило. Они говорят, мы не знаем, что делать, у вас ливнев протекает. Говорят, обращайте в ЖЭК. В ЖЭК обратились, они там друг на друга, я не знаю. Этажом ниже в квартире Ирины Сусловой испорчен натяжной потолок. Во время потопов в нем скапливается большое количество воды. Делать ремонт заново – дорогое удовольствие. Да и надежды на то, что квартиру вновь не зальет, у девушки уже нет. Коммунальщики не раз пытались устранить причину протечки. Поднялись наверх, посмотрели вот эту причину, раскопали, расковыряли вот с той стороны стояк. Сказали, ничего страшного, мы вам все заделаем. Пришли, заделали, замазали и ушли. Акт, который типа того составлялся, мне так на руки не пришел. Я не видела, что там написано, и в течение, получаясь, февраля по апреле, меня еще три раза заливали. Сливала я все за свой счет, делала я тоже все за свой счет. Нам сказали, больше таких сюрпризов не будет. Вчера вечером я пришла, у меня опять сюрприз. И все же в управляющей компании уверяют, что неисправность ливневой канализации на Озерской-2 в ближайшее время устранят окончательно. Проблему коммунальщики знают и ей занимаются. У нас на этой неделе приступят к работам и устранят данную утечку. Ситуация повториться не должна. Проблема в том, что эта ливневая канализация проходит в стене между подъездом и квартирой. И при наружном осмотре увидеть дефект невозможно. То есть о дефекте, о том, что произошла либо расчеканка, либо какой-то порыв, узнаем всегда после факта, когда уже произошло затопление. Но насколько качественно будет проведен ремонт, жители Озерской-2 смогут оценить уже в ближайшее время. Синоптики обещают дождливую погоду. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».